друзья привет привет с вами ирина грачева это проект ирина грачева рейсинг мы по-прежнему находимся в середине регата мини трансад но сегодня поговорим не о парусном спорте не о гонке а о вулкане это вулкан карбо въеха на острове ля пальма где мы сейчас находимся во время остановки между двумя этапами гонки и где мы можем наблюдать поистине впечатляющее зрелище которое подарила нам природа тему вулкана на острове достаточно сензитивно поэтому сейчас не время шутить на эту тему но многие жители воспринимают ситуацию достаточно философским первое что скажу никто не пострадал все живы всех эвакуировали заранее специалисты ведут наблюдения за вулканом достаточно давно и его извержение было спрогнозировано и людей эвакуировали но по-прежнему много сотен домов погребено под лавой плантации с бананами урон понес соляной бизнес фабрика которая заготавливает соль из-за выпавшего пепла соль была испорчена в общем есть заметный урон экономики на острове из-за вулкана это как собственно плантации и фабрики дома отток туристов потому что люди боятся сюда ехать но власти стараются рассказывать о вулкане и вчера мы прослушали лекцию от специалистов которые находятся здесь международная группа ученых и изучают это извержение сегодня 25 день извержения и уже на данный момент вулкана это извержение признана одним из самых крупнейших в европе за последние точно 70 а может быть и сто лет например вот это вот облако пыли сформировалась всего за 10 минут мы пришли сюда и этого пепла этого облака газа еще не было и за 10 минут она поднялась вверх и распространилась действительно сейчас выбрасывается огромное количество пепла извергается одно огромное количество магмы все больше и больше уже открыто несколько очагов и присутствует существенное количество вредных газов но из-за преобладающих направлений ветров это север и северо-восток в этой части атлантического океана этот пепел и газ уносит от острова потому что вулкан расположен на его западной части и дальше все это уносит еще западнее поэтому основная часть ла пальмы живет в своем нормальном режиме нормальной жизнью на улицах лежит пепел иногда выпадает и на восточную часть но никаких запахов практически не ощущается уровень загрязнения воздуха действительно немножечко зашкаливает но жители в общем-то спокойной и власти призывают туристов они сильно боятся то есть они заверяют что ситуация под контролем и достаточно безопасно и просят не забывать остров просят приезжать смотреть на вулкан и таким образом мы можем поддержать ла пальму в этой непростой для нее ситуации это зрелище действительно завораживает и многие приходят на смотровые площадки чтобы посмотреть может быть единственный раз своей жизни на такое а сейчас давайте прогуляемся в нашей части недалеко от марины в городе санта-крус на восточной части острова и посмотрим как это выглядит на самом деле остров продолжает жить своей жизнью а улицы выглядят вот таким вот образом после сильного выпадания пепла это похоже немножечко на наш первый снег и проезжают пеплоуборочные машины которые убирают на мелких улиц уже стараются дворники или местные жители собирая пепел в такие большие пакеты не знаю что они с ним потом делают может быть приносят в жертву вулкану обратно после уборки образуются такие небольшие пепельные сугробики пепел в общем-то чистый больше похож на черный песок ничем не пахнет абсолютно ничем не пахнет и не оставляет следов наша марина находится на восточной части острова вулкан находится на западной преобладающие ветра в этой части на канарских островах северо-восточные то есть весь смог и пепел вулкана обычно сносит еще дальше на запад и он не так уж много попадает на землю особенно в нашего восточную часть но иногда когда ветер крутит или когда есть другие направления ветра мы приходим по утрам и находим нашу лодку вот в таком вот состоянии а сегодня наши лодки выглядит вот так в общем-то достаточно стильно мне кажется мы уже сделали защиту закрыли большинство стопоров и лебедки пленкой и также вход так что надеюсь что лодке ничто не угрожает пепел можно будет смыть завтра потому что сегодня вечером еще ожидается выпадение да ситуация скажем так неожиданная не часто бывает такое парусном спорте удивительно но пепел выпал даже на киль настоящее извержение вулкана не каждому суждено наблюдать хотя бы раз жизни поэтому я могу назвать себя в общем-то счастливчиком только самые стойкие фотографы остаются до наступления темноты чем ниже солнце тем более зловещими получаются виды а 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 Субтитры создавал DimaTorzok